Анастасия Макарова впервые в Бобруйске. Спортсменка родом из культурной столицы России, Санкт-Петербурга. Выступает юниорка вне конкурса в фигурном катании 12 лет. Самой девушке только 16. На суд жюри представляет номер кабаре, программа сложная, прыжки, вращения и тройной флип. Очень рада здесь выступать. Для меня это большая честь, побывать в Беларуси на таких серьезных соревнованиях. Программа у меня называется кабаре. Я представляю женщину, которая танцует в таком необычном образе для всех. Он очень яркий, он придает мне большие эмоции и мне легко в этом образе. Анастасия Макарова выступает в одиночном катании. Присутствуют и парники. На суд жюри 50 фигуристов представляют короткую произвольную программу. Практически все с белорусским паспортом. Минск, Витебск, Пружаны. Уровень турнира высокий. От второразрядников до мастеров спорта. Выступление оценивает международная судейская бригада. Качество и сложность элементов – главные критерии при выставлении оценок. Особое внимание судьи обращают и на синхронность движений, музыкальное сопровождение, пластику и артистичность. Открытый кубок. Старт сезона. После летнего перерыва. Спортсмены только-только раскачиваются. Обкатывают новые программы, разучивают прыжки. Несмотря на это, турнир проходным не назовешь. За награды идет настоящая борьба. Мы приехали в Бобруйск месяц назад. Мы тренировались здесь, начиная с, если я не ошибаюсь, 11 июля. Провели очень плодотворные тренировки. Бобруйск-арена и хоккейный клуб Бобруйска были очень дружелюбны и приветливы. Предоставили нам все возможности. Поэтому те спортсмены, которые здесь тренировались, готовились, наверное, в самых лучших условиях, какие только были возможны. Бобруйский лед впервые принимает соревнования по фигурному катанию. Эксперты и спортсмены дают высокую оценку организации. Сам турнир – это не только медали. Победители и призеры получат возможность представлять Беларусь на международной арене.